Турецкий авторитет опроверг слухи о заказе ему убийства вора в законе Гуле. Таким образом, Бадрик Утаиский сделал ответный ход в информационной войне. В ответ на публикацию совместного фото турецкого предпринимателя, политического, общественного и криминального деятеля Седата Пикера Сарманом Диким в интернете появился документ, подтверждающий теплые отношения между турецким авторитетом и Бадрика Гуашвили. Бадрик Утаиский. Но самое главное, документ опровергает слухи о том, что якобы законник склонял Пикера к убийству Гуле. Я встретил друга, он пришел ко мне домой как благородный человек и останется для меня благородным человеком. На протяжении всего нашего разговора мы говорили о торговле и мировой политике, говорится в послании Пикера. Он миролюбивый человек, продолжает Пикер, он не делал мене предложений такого рода. По сути никто не может приходить ко мне с предложением такого рода. После этого визита.Некоторые хотят сделать выгоду. Но как я и говорил, я его узнал, как благородного человека и он останется для меня благородным человеком, заключил Пикер. Напомним, после недавней встречи Пикера и Кагуашвили, которую ему устроил проживающий в Турции бывший вор в законе Гурсель Сайфулов, Гуром Ташкентский, появилась информация, что прибывший из России законник объявил себя представителем интересов шакры молодого и попытался перетянуть Пикера на свою сторону, предложив ему решить вопрос с физическим устранением своего оппонента Надира Салифова, Гуле. В ответ на это спустя несколько дней Пикер на своей странице в инстаграм разместил фото в обнимку с авторитетом из Казахстана Арманом Джумагильдивом, Дикий Арман, чем развеял предположение, что Бадре удалось с ним договориться. По информации Разбалта встреча Пикера с Бадре была просто разводом последнего. Якобы его намеренно заманили на нее, чтобы дискредитировать. Но, как видно, теперь эта версия опровергнута. Скорее всего, Пикер просто показывает свой нейтралитет к данному конфликту, не желая занимать чью-либо сторону и наживать себе врагов. Напомним, поводом для противостояния Гуле и Бадре Кутайского, который, по некоторым данным, действует в интересах шакры молодого, стал приближенный Гуле-авторитет Арман Дикий, избивший потомственного законника Гурама Чихладзе, Квежоевич, пришедшего на встречу с Гуле. Кагуашвили после этого заявил, что так как Салифов позволил не вору в законе поднять руку на законника, то сам больше не может называться вором. Однако, заручиться поддержкой других законников в этом ему пока не удалось. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok